МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ради своей любви убили троих родственников, а трупы сожгли в «Жигули». Непристойное поведение. Милиция ищет мужчину, который пристает к женщинам. Счастливые дорожные случаи. В серьезном ДТП в Мозыре автомобиль развалился надвое, однако при этом никто не погиб. Собачья работа. В Гомеле прошел чемпионат кинологов силовых структур. В Гомеле начался судебный процесс по делу об убийстве трех человек, которое случилось осенью прошлого года. Погибшая цыганская семья. 53-летний мужчина, его 49-летняя жена и 30-летний сын. Убийство, по версии следствия, совершили их близкие родственники, которые сейчас на скамье обвиняемых. В октябре прошлого года в лесу под Жлобином был найден сгоревший автомобиль «Жигули». Внутри находились обуглившиеся останки троих человек. Однако, как выяснили эксперты, пожар не являлся причиной их смерти. Всю семью убили еще раньше. В течение суток были задержаны подозреваемые, которыми оказались родственники погибших. На скамье подсудимых Александр, младший сын супругов и Рубина, жена, а точнее уже вдова его старшего брата. Трагедии, уничтожившей цыганскую семью, предшествовал недолгий, но бурный роман этой пары. К слову, Александр тоже женат, имеет троих детей. Два ребенка есть и у Рубины. Когда тайное стало явным, а это случилось скоро, любовники решили разрубить узел семейных обстоятельств жутким способом. Родственников избили до смерти в доме, после чего вывезли трупы в лес и сожгли в «Жигулях». Но замаскировать убийство таким способом не удалось. На первом заседании суда были предприняты повышенные меры безопасности. Кроме конвояных, в зале присутствовали бойцы ОМОН. Имелся риск, что проблемы могут доставить представители цыганской диаспоры, которые придут на процесс. Они, как показывает практика, в таких ситуациях бывают излишне эмоциональны. Впрочем, опасения оказались напрасны. Порядка никто не нарушал. По ходатайству обвиняемых, дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. Журналисты смогут попасть в зал только на оглашение приговора. Завершено следствие и по другому уголовному делу, вызвавшему большой резонанс в мае текущего года. Перед судом предстанет 33-летний житель Гомеля, которому вменяется убийство двух молодых женщин. Примечательно, что и обвиняемый, и его жертвы трудились на одном предприятии, а преступления были совершены с арифметически точной разницей в 10 месяцев. Первой, 15 июля 2014-го пропала Олеся Пантелеева. В этот самый день ей исполнилось 24 года. Девушка взяла отгул и собиралась отмечать именины с родственниками. Однако во второй половине дня ее телефон перестал отвечать. Длившиеся не один месяц поиски успеха не принесли. 15 мая текущего года исчезла еще одна комельчанка – 26-летняя Алевтина Машурикова. Ранним утром она ушла на работу, однако там так и не появилась. А ее мобильный телефон оказался недоступен. В этот раз преступление удалось раскрыть по горячим следам, о чем представители уголовного розыска и следственного комитета рассказали во время совместного брифинга. Главной зацепкой стало именно то, что девушки работали вместе и, соответственно, имели общих знакомых среди коллег. Под подозрение попал один из них – упаковщик готовой продукции. Он признался, что заманивал жертв в гараж, где насиловал и убивал. После чего на машине вывозил их тела в лесной массив и закапывал. В подтверждение указал точные места захоронений, которые мог знать только он. Преступление насильственного характера мужчина совершал и в прошлом. Дефакто продолжит следить за развитием этого громкого дела и информировать наших зрителей. К сожалению, нападение на женщин в Гомеле продолжается и в настоящее время. При этом есть основания полагать, что преступление носит серийный характер, а совершает их один и тот же человек. За совершение ряда насильственных действий в отношении женщин центральным РОВД Гомеля разыскивается неизвестный мужчина. Личность подозреваемого не установлена. Однако в одном из случаев он попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек торопится попасть внутрь до того, как закроется дверь с кодовым замком. По всей видимости, таким образом он проник в подъезд следом за одной из потерпевших. При этом в милиции подчеркивают, речь не идет об изнасилованиях. Поступки преступника скорее можно назвать хулиганством, сексуальным подтекстом. Приметы подозреваемого. На вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волос темно-русый средней длины, был одет в куртку темно-синего или черного цвета со светлыми вставками на груди, спине и рукавах, светло-синие джинсы, черные туфли. Всех, кто узнал этого человека, просят сообщить по указанным телефонам. Также милиция и следственные органы устанавливают женщин, которые пострадали от рук другого насильника. Недавно он был задержан по подозрению в серии изнасилований, совершенных в период с 1999 по 2014 годы. Происходило это как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации, где постоянно проживал мужчина. Знакомясь с жертвами, он представлялся Сергеем. Во время нападения угрожал ножом, а уже после изнасилований в ряде случаев грабил потерпевших, отбирая деньги и золотые украшения. В целях установления всех противоправных деяний задержанного, милиция просит граждан, которые пострадали от рук предполагаемого насильника, сообщить об этом в ближайший районный отдел внутренних дел или по телефону 102. Крупное ДТП в Мозыре. Один из столкнувшихся автомобилей в прямом смысле разорвало напополам. И только по невероятной счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. О водителях, которые родились в рубашках, в сюжете наших мозырских коллег. Авария случилась 19 ноября на перекрестке улиц Мира и Рыжкова. Темное дождливое утро, большой перекресток и неработающие светофоры. Вот главные слагаемые многих крупных городских ДТП. Непосредственной же причиной столкновения в данном случае стал конфликт при повороте. Ауди А4 двигался по улице Рыжкова города Мозыря. При повороте налево на регулированном перекрестке торгового центра, как у нас на родине говорят, улицы Мира, не уступил дорогу автомобилю, двигавшись автомобилю Мазда 6, который двигался по главной дороге со стороны магазина «Жемчужина» в направлении 16 этажки. Удар был настолько мощным, что Ауди буквально разорвало на две части. Одна из них осталась в центре перекрестка, вторую отбросила к трамвайным путям. Состояние Мазды не столь плачевное, но тоже требует основательного ремонта. А вот о водителях можно смело сказать. Родились в рубашках. Ни один из них не получил серьезных травм. Никто не пострадал. Значит, по предварительным данным, водитель, который управлял автомобилем Ауди, находился с признаком алкогольного опьянения. Пока виновник ДТП отправился на медицинское освидетельствование, водителю Мазды также пришлось нести административную ответственность за отсутствие техосмотра и запрещенную тонировку стекол. В Гомеле с разницей в сутки произошли два пожара с гибелью людей. Причем в обоих случаях причины трагедии нетипичные. Замыкание проводки дверного звонка и обыкновенная лампа, упавшая на кровать. Днем 23 ноября в Центр оперативного управления МЧС поступило сообщение от жильцов дома по улице Портовой. В одной из его квартир произошло задымление. Как выяснилось, 75-летняя хозяйка ушла в магазин, оставив спящим супруга, который в последнее время серьезно болел и почти не передвигался самостоятельно. Возвращаясь домой, женщина увидела дым, шедший из окон квартиры и скопление пожарных машин у подъезда. Я шла с магазина, говорит, не иди туда, не иди туда. И он уже лежал на площадке. Я шла, я думала, у нас какой-то там ЧП, потому что маленький ребенок, и с ним осталась мама. Стояла карета скорой помощи, стояли одна за одной машиной МЧС, лесенка была как раз-таки подведена к этой квартире. Ну и работали МЧСовцы, тушили. Уже огня не было, но дым немножко там нарыщу шел. Они уже работали с дедушкой, там откачивали его. В более 90-м вы довели мать. Ну, давай, пошел. В более 90-м медведи, соответственно, за этим отделом производится ремонтные действия пострадавшему. Спасатели сделали все возможное, однако ослабленный организм пострадавшего не перенес отравление продуктами горения. Медики констатировали смерть. В квартире повреждена входная дверь, имущество, закопчены стены и потолки. Предположительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки дверного звонка. Что касается самой семейной пары, ее постоянно посещала смотровая комиссия и другие службы. Эту семью мы посещали в этом году. Семья находилась по спискам Центра социально обслуживания населения администрации Центрального района. У нас на учете. После посещения центром была оказана помощь при обретении автономного пожарного извещателя и были выделены средства для приобретения новой газовой плиты, которая была заменена и установлена. По сведениям, которые были предоставлены после посещения смотровой комиссии ЖУ-8, Семья характеризовалась положительно. С положительной стороны чисто было, убрано. Никаких претензий не было. Днем ранее в доме по улице Курчатова была обнаружена мертвая 87-летняя пенсионерка. В ее квартире также произошел пожар. Причем источником возгорания, по основной версии экспертов, мог стать обыкновенный светильник, который упал на кровать. Как и этот случай с гибелью мужчины на пожаре, так и пожар, произошедший днем раньше по улице Курчатова с гибелью пенсионерки. Причиной пожаров послужило нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Добавим, что с начала года на пожарах в области погибли 73 человека, в том числе двое детей. В Гомеле на базе бригады внутренних войск прошел республиканский чемпионат кинологических служб. За призовые места боролись представители разных силовых структур. Однако главными героями стали четверолапые участники соревнований. Овчарки, спаниели, лабрадоры. Сегодня лохматые бойцы невидимого фронта вместе с людьми служат на границе. Во внутренних войсках и даже в специальном подразделении по борьбе с терроризмом МВД «Алмаз». Одни из них обучены вынюхивать наркотики, которые прячут контрабандисты. Другие специализируются на поиске взрывчатых веществ. Стоит отметить, некоторые собаки не смогли участвовать в чемпионате по уважительной причине. Они задействованы в мероприятиях по усилению мер безопасности, которые принимаются во многих странах после трагедии во Франции. Кинологические службы участвуют в обеспечении национальной безопасности. Это основная задача. Последствием поиска наркотиков или поиска взрывчатки в зависимости от задач подразделения. Ничего у нас нового не придумали лучше, чем нос собаки. Кинолог, чтобы было понятно, это переводчик собачьего языка. То есть собака на свои органы чувств ловит, и потом она должна это перевести на наши органы чувств, то есть человеку сказать, что здесь есть что-то. Обмануть такой тандем в принципе невозможно. Но если кто когда и ошибается, то это человек. Без помощи лохматого друга ему никак не обойтись. Едва ощутимый запах тротила способен уловить лишь чуткий нос собаки. Такой, как у красавицы Герды. В свои полтора года эта бельгийская овчарка демонстрирует отличные результаты. Чаще всего в реальных условиях. Впрочем, служебная собака служит не за звание и не за ордена. Ее главная награда – дружба с хозяином, которая, как и любая дружба, требует усилий обеих сторон. Самое главное для кинолога – терпение. Далее, любовь к собаке, она как бы, ну, без этого вообще никак. Без любви ты просто не будешь понимать эту собаку. Она-то сказать ничего не может. Но на самом деле, вот даже по глазам можно многое понять, что вот она думает, что она хочет, и что ей надо в этот момент, может быть, сказать, поддержать там как-то. Места на пьедестале кинологи заняли вместе со своими напарниками. Вполне справедливо и то, что медали вешали на грудь собакам, которые отвечали по-военному отрывистым лаем. И в завершение сюжета – печальный факт. В день открытия чемпионата в Париже проходила операция, во время которой от рук террористов погибла овчарка по кличке Дизель. Ценой своей жизни она спасла полицейских и стала героем всемирной сети. И это все, что мы успели рассказать сегодня. Берегите тех, кто вам дорог. Увидимся ровно через неделю на канале «Беларусь-2». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова